Верочка, привет! Привет, дорогая! С Костей сейчас занимались чтением басен Михалкова. Он, конечно, очень плохо читает, очень внимательно. Но он рассуждает просто потрясно. Он просто потрясно рассуждает. Причём видно, что тема ему совершенно незнакома. Мы читаем басню про то, как укусила пчела и выздоровел. Лекари ничего не смогли сделать, и они вздохнули от радости и счастья, что с них ответственность вся снята, что маленькая пчёлка в цель попала, и всё, я оздоровился. Он так великолепно всё это рассуждает. Говорит, конечно, если они не смогли ничего сделать. Они не смогли вылечить, а какая-то маленькая пчёлка в цель попала, укусила у неё же целебный, значит, укус, и всё, и выздоровел. Я говорю, смотри, как ты хорошо рассуждаешь. Ну, читал, час по чайной ложке, всё это путает слова, путает буквы, всё это путает. А потом рассуждает, когда смысл понимает всё. Я говорю, ну а теперь давай порассуждаем. Давай порассуждаем. Что для человека полезнее? Говорю, басни этой же иносказательной, нужно применять к себе. Ну, потому что в природе есть все лекарства. Я говорю, да правильно, Костя. Ну, вот видишь, как ребёнок рассуждает. Абсолютно всё. Начали читать про раков, как один съел глазами другого рака. Он говорит, не понимаю, говорит, как это съесть можно глазами. Я говорю, ну вот смотри, здесь стоят у нас на столе вот эти подушечки, которые я их есть никогда не буду. Вот тебе купили, и вот они, значит, тут стоят. И тебе не советую есть. Но глазами смотрю, и мне очень хочется. Но я понимаю, что это не моё, и мне не нужно. И я пожираю глазами. То есть я не ем реально, а глаза мои вожделенно на это смотрят. Это называется пожрать глазами, так, как написано в басне. А, теперь понятно. Я говорю, так, а почему же он его пожирал глазами? Давай дальше читать. Вот, значит, доходим, что у него такой красивый фраг на нём, что ему тоже захотелось этому зелёному раку такой же фраг, как у этого. А я говорю, а почему? Я говорю, ему этот фраг захотелось. То есть разобрали, что такое фраг, а почему захотелось? Я говорю, какого цвета получается фраг? Он говорит, ну красный, наверное. Я говорю, да, они бывают огненные такие, даже ближе между красным и оранжевым. Он очень яркий, вожделенный, вот он притягивает, он смотрит, он тоже захотел. Вот он другой. Вот зачем желать чужого? Вот зачем? Я говорю, вот одна из заповедей Господа гласит, не возжелай ничего чужого. Ты довольствуйся тем, что есть у тебя. Он говорит, ну и какая разница, зелёный или ты будешь красный. Мне лично всё равно. Я говорю, правильно ты рассуждаешь, правильно рассуждаешь. В общем, мы вот так вот с Костей поехали. Пошли они по воде на лодке со спасательными жилетами на прогулку. Я говорю, ну вот как раз у тебя речная тема. Разобрали, что такое тина. Он не знал, что такое тина, но он знал, что такое водоросли. Он говорит, а, так это то же самое, что водоросли. Водоросли, тина, но они отличаются, потому что водоросли – это благородная всё-таки растительность в воде. А тина – это, ну, это вот, ну, как такая, ну, неблагородная грязь какая-то, в которой, видишь, вот он запутался там и сидит там в этой тине. Тут же открыла ему видео, показала ему, как это выглядит всё. Ну, то есть мой излюбленный метод обучения. То есть сразу же всё – и водоём, и как выглядит рак, и где он там запутался, нашли тут же в Ютубе эту тину, где он там что-как. Ну, то есть ребёнок на всю жизнь уже это запомнил. Тут же поговорили по поводу, когда пчелы, про укус змеи, что он может быть смертельным. Я говорю, ну, в то же время есть мази, которые на основе змеиного яда делаются, для того, чтобы вот спину Таше втирать. И у меня такой был. Прямо из Вьетнама мне привезли, я втирала. Я говорю, а почему? Вот втирать можно, а если укусит змея своим ядовитым ядом, человек умирает. Он говорит, человек умирает. Я говорю, да. А, он говорит, человек медленно умирает. Я говорю, да. Но бывают такие змеи, когда после укуса человек мгновенно может умереть. А почему? Он так долго думал. Я ему не подсказывала. А я говорю, ну вот укусил. Яд попал. Куда попал яд? Он, ну, в руку, в ногу. Он так говорит, мало ли, куда укусить, может, змея. Я говорю, дело не в этом. Давай сейчас не будем рассматривать, куда она укусила. А яд, который она с укусом выпустила, куда он попал? Вот он думал, думал, думал. Потом говорит, ну, в кровь. Правильно, яд попал в кровь. И поэтому человек погибает. Если мы наружно используем мазь на основе змеиного яда, то она не навредит. Но есть один аспект, которого нужно опасаться даже с наружным применением. Как ты думаешь, какой? Он совершенно спокойно говорит, чтобы не было никаких ранок. Совершенно верно, Костя. То есть мудрое рассуждение. При этом ребёнок не умеет читать. Ну, я имею в виду скорости чтения нет, невнимательный там и так далее. Если бы вовремя начали, вот если бы Ира занималась с ним, то вообще бы гениально бы ребёнок бы занимался и учился, и может, лучшим бы был. И я ему сказала, говорю, если тебя в школе будут учителя подгонять, чтобы ты читал быстрее, ты не груби, а просто скажи спокойно, скажи, я прошу прощения, но для меня очень важно, чтобы я осмыслил текст. Порой человек очень быстро читает, он понимает, о чём он читает. У меня же основная задача – понять смысл текста, поэтому я читаю медленно. Говорит, я так прямо могу сказать? Я говорю, да. Но если тебя будут заставлять читать быстрее, понимаешь, ну ты научишься читать быстро, ну ты будешь тараторить, ну ты же не будешь понимать смысла, ты же видишь, сколько мы с тобой разобрали интересного. Правильно? Правильно. Я говорю, тебе же сейчас смотри, сколько ты узнал, и благодаря осмысленному пониманию текста ты радуешься. А что толку, если ты будешь быстро читать и ничего не понимать? Поэтому ты в выигрыше находишься по сравнению с теми, кто читает быстро, но не понимает текст. Понимаешь теперь, что я сказала? Он говорит, да. Я могу так сказать? Я говорю, да. И меня не наругают? Я говорю, я думаю, что нет. Если ты скажешь это, вы меня простите, но мои умозаключения таковы. Лучше я буду читать медленно, но осмысленно. Я быстро, со временем научусь читать. И быстро, и осмысленно. Но сейчас моя задача – осмыслить текст. В общем, ребенок замечательный, просто замечательный, но ничего не ест. Второй день в посту. Можешь себе представить? Он отказывается от всей пищи, Игорь ему не дает есть. Он только пьет. Второй день в посту. Он ничего не ест. Игорь говорит, мама, а если он захочет есть, он будет есть то, что ему предлагают. В общем, его ничего не трогает, никакие аргументы все равно не трогают. Он отказывается от пищи. Игорь говорит, мам, ну и пусть не ест. Я говорю, мне нравится твоя позиция, сынок. Заставлять не будем, пусть не ест. Я говорю, Костя, ну не ешь. Других вариантов нет и не будет. Все, вот только то, что есть. Вот, так что. Ладно, моя девочка, давай. Пока-пока, Верочка. С Богом. Храни нас, Господь. Если соберусь все-таки, ну, говорю, пойду медленно. Потому что я все опубликовала на сегодняшний день. Я все сделала, выполнила поставленные перед собой задачи. И тебе чудесного дня. Пока-пока, дорогая. С Богом.